Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, в этом видео я буду долго и много хвастаться. Я вообще ничего другого делать не умею. Весь мой контент, конечно же, о хвастанстве, о том, чтобы показать себя любимую, красивую, и свои покупочки, потому что сегодня речь пойдет о покупках. Хочу начать, нет, не с красного пальто, которое я долго-долго искала. На самом деле, у этого красного пальто очень интересная история, поэтому я с него и начну. Это красное пальто, это то пальто, которое я купила еще осенью. Рассказывала вам о том, что я очень расстроилась, потому что оно пришло с браком. Оно пришло с браком, и я рассказывала, что у меня, в общем-то, время отняли тем, что я сначала заказала, очень долго выбирала, остановилась именно на этом пальто. Оно приходит прямо-таки с браком вот здесь по центру, потому что у Макс Мара, я заметила очень часто, бывает вот такая проблема с бесподкладочными пальто, именно на этих тканях как будто бы дырки появляются. История древняя, история долгая на моем канале. Я подозреваю, что это брак ткани. Я подозреваю, что это брак ткани. Видео, где я об этом рассказывала, я показывала свое бежевое пальто, которое прямо-таки все в дырках, и на самом деле я его достану и по весне покажу, потому что там образовались именно дыры. Кто-то мне написал, что да, Яна, это брак ткани, такое бывает. Объяснили даже почему, а кто-то сказал, Яна, у вас моль. Но могу сказать, заверить, что нет, у меня моли нет, потому что я бы уже выпустила контент о том, как избавиться от моли, а какие способы эффективные могут быть против моли. Кстати, если вам интересно, дайте мне знать, я знаю несколько способов, но никогда их не могла проверить на практике, потому что, к счастью, моли у меня не было в шкафах. Так вот, приходит мне пальто с таким дефектом ткани, то есть ткань как будто бы разрежена, да, как будто бы ее моль на самом деле подстригла. И я очень расстроилась, потому что пальто мне очень понравилось, и потому что мне нужен вот именно такой красный цвет, такой алый цвет. Это теплый красный, потому что я мерила другое, точнее, это красный теплый, не потому что я мерила, нет. Это теплый красный, я мерила другое пальто, и тоже об этом рассказывала в видео, а не купить ли мне пальто, как я поехала в магазин Максваре, и мерила пальто Мануэлла, знаменитое пальто Мануэлла, цвет у которого красный, но, безусловно, с холодным оттенком, он мне совершенно не шел, совершенно меня не украшал. Плюс я поняла, что пальто Мануэлла, вот плечевой шов, который находится прямо-таки там, где находится плечо, это шов, который не просто меня не украшает, он очень многих не украшает, я считаю, что слабое место пальто Мануэла, это как раз-таки плечевой шов, который делает силуэт самого пальто, точнее женщину, которая это пальто надевает, очень-очень, ну, как-то некомплиментарно сидит из-за этого плеча. Так вот, нахожу я этот цвет, приходит мне с браком, нужно ждать курьера, который заберет бесплатно, правда, но все равно нужно его ждать, и, в общем-то, я очень расстраиваюсь настолько, что даже на слова моего мужа, закажи себе другое пальто, это же, но другого размера, сделай пометку, чтобы хорошо его проверили, я говорю, я настолько обиделась на них, что, в общем-то, и заказывать не буду, и видео я об этом записывала. И что вы думаете, действительно, все, что не делается, делается к лучшему, я заказала себе не просто это же самое пальто, со скидочкой, конечно же, но, когда я надумала все-таки это пальто купить, а я рассказывала, что я до этого другое купила, отправила, на почте его брать не хотели, моего размеращика уже не было. Это пальто 44 размера, и вы знаете, дорогие зрительницы, я бы никогда не решилась купить себе пиджак 44 размера, либо, хотя я мерила, кстати, манго, мужские пиджаки, и мне очень понравилось, как сидит именно мужской пиджак, 46-48 я мерила размер, показывала по весне, прошлое, это были льняные пиджаки, они всегда есть в мужском отделе в манго, насколько я поняла, потому что они были в прошлом сезоне, в позапрошлом, их можно купить на сайте mango.outlet, если вы живете в Европе. И вот я бы сама, наверное, никогда бы не решилась купить себе пиджак женский на несколько размеров больше, чтобы он и смотрелся как мужской, потому что, ну, все-таки как-то вот, ну, боязно на самом деле. И точно так же с пальто. Пальто, которое мне до этого приходило, было 38 размера. Хорошо сидело, вот как я люблю, все узко, ну, вот, допустим, такой свитер уже под него, под это пальто не наденешь. И однажды я увидела девушку на стритстайле, обращала ваше внимание, она была в пальто, в котором я была сегодня. И я увидела, что она такая же худая, как я, но пальто на ней явно размерчика 2 больше. Не знаю, потому что она так же, как и я на скидочках покупала, ей размерчика не досталось, но мне очень понравилось, как оно на ней сидело. Под пояс прямо-таки создается вот эти драпировки, вот этот вот пузырь в районе спины, который сейчас является, на мой взгляд, очень актуальным силуэтом. Мне очень понравилось, вот не знаю, мне она понравилась в этом пальто больше, чем я сама себе в размере 38. И что вы думаете, я очень долго-долго думала уже, в итоге и 42 разобрали, а у меня 38 до этого было, и 40-го не осталось, и 38-го уж тем более, и остался только 44-го. Вот он висит на сайте, один-одинешенник, 46-го, к счастью, уже нет, 48-го тоже, 44-го. Ну и, в общем-то, я решаю взять, думаю, если нет, не подойдет, верну. И какое было мое счастье, удивление, радость, я повторю, все, что не делается к лучшему, помимо того, что пальто пришло без брака, оно пришло в идеальном состоянии, пальто досталось мне со скидкой гораздо дешевле, чем оно было изначально, плюс я решилась вот на этот эксперимент взять вещь намного больше. Я сейчас вам покажу вставочку, пальто очень сильно меня полнит в бедрах, но это потому, что на мне треники. А вот эти треники, они имеют очень толстую резинку, плюс еще свитер, и на самом деле меня полнит больше то, что под пальто надето, а не само пальто. И на самом деле пальто смотрится потрясающе. Если вы любите бесподкладочное пальто, попробуйте просто примерить на пару размеров больше. Но, безусловно, пальто должно быть с поясом, либо вы должны его предполагать носить с поясом, потому что узкая талия, и вот этот вот баллон, пузырь сверху, это может быть очень красиво, на самом деле вам это может понравиться. Поэтому вот такая моя первая покупка. Вторая моя покупка. Большое спасибо всем зрителям, кто написал мне. Яна, в следующий раз не могли бы вы погреться в Массиму Дутти. Я очень люблю Массиму Дутти. Я считаю, что в Массиму Дутти и греться неинтересно, потому что у них действительно красивые вещи. Я считаю, что как раз таки Массиму Дутти это та фирма, та марка, где может подобрать себе женщина гардероб на любую стилистику. Она работает, она в офис может подобрать, она мама молодая, она может там одеться, она просто любит кейжу. Память переполнилась, телефон отключился. Я говорила о том, что Массиму Дутти это прекрасная марка, женщина с любой стилистикой в гардеробе, любого возраста может на самом деле зайти и одеться. Я очень-очень люблю Массиму Дутти, так же, как когда-то любила Эскаду, потому что там на самом деле все очень хорошо между собой сочетается. Более того, вещи из разных сезонов прекрасно тоже между собой сочетаются, потому что сколько я захожу в Массиму Дутти, вещи практически не меняются, но это некий положительный для меня знак и характеристика этого дома, этой марки. Но недостатком Массиму Дутти, насколько я знаю, в России в особенности является то, что марка-то не дешевая. Как я часто говорю, одеться задорого может, в принципе, любая из нас, у кого есть бюджет. А одеться подешевле, это действительно сложно, поэтому я захожу греться туда, где стоит подешевле. И что же я хочу вам сказать, дорогие зрительницы, зрители, спасибо, что направили меня в Массиму Дутти, потому что я померила брюки, померила просто потому что, повторюсь, у нас сегодня был приезд президента республики в Паду, и все дороги были перекрыты, я, в общем-то, застряла в Паду, мне нужно было хоть как-то время провести. Я зашла, померила брюки, и что вы думаете, я нашла прекрасные джинсы для себя. Чем прекрасны эти джинсы, они прекрасны тем, что они очень-очень плотного денима, это так называемый зимний деним. А я вообще люблю штанишки с начосом, чтобы не мерзнуть, когда даже солнце греет, лучше пусть оно пригревает, всегда можно снять верхний слой одежды, но чтобы было тепло. Плюс это так называемые бананы, наверное, плюс еще у них высокая посадка, сюда, конечно же, можно надеть какие-нибудь колготки тоже велюровые с начосиком, все, в общем-то, будет хорошо теперь у меня зимой на стритстайлах, но самое главное, мне хотелось джинсы высокой посадки. Эти джинсы, конечно же, на мне не видит мой муж, он никогда не хотел, чтобы такие джинсы у меня были, но мне стал очень нравиться, опять же, силуэт, когда очень овер сверху, это может быть футболка, свитер, блуза, мужская рубашка, например, с каким-нибудь красивым топом, вот таким образом спущенная с плеч, вот так будет, обязательно покажу. С одной стороны заправлена, либо по окружности, уж как подойдет. Кстати, не могу не похвастаться, что джинсы я начала мерить сорокового размера, перешла на 38-й, потом на 36-й, и в итоге купила себе 34-й. К счастью, он был, поэтому, в общем-то, гречневый марафон, я думаю, мне был нужен совершенно точно, на самом деле, никогда я не была в 34-м размере, опять же, не могу не похвастаться. И, соответственно, это моя вторая покупка, у меня еще есть третья важная покупка, это тренч Бербери, но пока я как-то не хочу его обозревать, не готова, опять же, я его еще не носила, это тренч, который я надену по весне, и, возможно, закомпоную в видео о своих весенних покупках, но хочу вам показать вот такой головной убор, это кепи. Я много раз говорила, насколько мне нравятся кепи на стрит-стайле, на девушках, на более старшего поколения, представительниц их прекрасного пола, прямо-таки вот эти кепи стали мне очень нравиться. И для меня самые лучшие в H&M, потому что вот как-то туля садится хорошо, и прямо-таки окружность нужная, и козырек хорошо загнут. Вот я обожаю именно эти кепи в H&M, часто бывает недостатком то, что это 100% полиэстер, и я знаю, что это 100% полиэстер на голове, я покупала классную шляпу в H&M, но носить ее невозможно, вот только 10 минут видео записываешь, а потом снимаешь. И нашла тоже конкретно вот этот вариант, это 100% хлопок, поэтому там действительно бывают очень-очень классные находки, тем более, если со скидочкой покупать, например, эта кепи обошлась мне в 3,90 евро, и, соответственно, это было просто шикарно-шикарно за 100% хлопок. И нашла я вот такое буклированное кепи. Ну что вы думаете, из 10 висящих этих кепи все размеры XS, S, а у меня большая голова. Если мы покупаем с мужем головные уборы одинаковые, я часто ношу мужские шляпы, то у него совершенно точно будет S размер, а у меня M. Ну, кстати, возможно, это просто из-за волос, потому что волосы у меня объемные, поэтому мне нужен размер побольше. Ну и я поняла, что очень-очень узкая прямо-таки резинка затягивает слишком сильно мне голову, не смогу я ходить, даже если будет очень мне в этом кепе красиво, я буду себе нравиться, я не смогу его долго носить из-за того, что очень плотная резинка. Понесла на кассу, сказали, что, скорее всего, поступят в моменте не было размера ML, но, скорее всего, будет реассортимент. В следующий раз я обязательно зайду, я думаю, что именно эту покупку я совершу совершенно точно. Не буду сомневаться, потому что очень аккуратно сделана, буклированная ткань, швы прямо-таки, все как нужно, тулья идеальная, козырек также обязательно куплю, как только появится мой размер. Ну что ж, дорогие зрительницы, вот такие мои покупки. Желаю вам тоже покупать, что называется, редко, но метко, чтобы вещи вам совершенно точно, 100% подходили, носились часто, одевались с удовольствием. Я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.